Дорогие друзья, здравствуйте. Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск. Сегодня у микрофона» с вами я, редактор Светлана Вишнякова. В нашей студии гости. Генеральный директор Государственной филармонии Республики Саха-Якутия Туяра Пестрякова. Туяра Игоревна, здравствуйте. Добрый день. Спасибо большое, что вы нашли сегодня время быть в нашей студии. Я знаю, что сейчас у вас очень насыщенные дни, потому что как раз-таки сейчас открытие сезона набирает старт 12-й международный арктический музыкальный фестиваль «Северное сияние». Я поздравляю вас с открытием сезона, с этим большим таким вот важным мероприятием в мире музыки. Спасибо. Спасибо большое. И в жизни нашей республики, и не только нашей, да и не только нашего города. Я бы хотела начать с того, чтобы вы рассказали, какими мероприятиями вы открыли этот фестиваль, открыли сезон. Спасибо большое за поздравления. Действительно, этот сезон у нас особенный. Но прежде всего, поскольку 2022 год он посвящен столетию образования Якутской АССР, мы большинство наших значимых, особенно выездных, гастрольных событий посвящаем этой юбилейной дате. Поэтому еще зимой были запланированы Дни Якутии на Дальнем Востоке. Программы тех дней достаточно обширны. И вот в составе культурной программы впервые в нашей истории коллектив симфонического оркестра «Симфоника Арктика». Мы выезжали в город Владивосток и выступили, что было очень ответственно для нас, на прославленной сцене, приморской сцене Мариинского театра. Этим самым мы открыли свой симфонический сезон. Конечно, мы волновались, тем более, что владивостокцы нас пока еще не знают. Но очень надеемся по тому теплому приему, восторженным таким откликом, очень надеемся, что в дальнейшем наше сотрудничество будет таким более плотным, насыщенным. Тем более, что по репертуару, если смотреть, такой концертной организации, симфонического оркестра, как нашего, который бы смог исполнять крупные симфонические полотна, к моему личному удивлению, в Владивостоке, оказывается, нет. В каждом городе, конечно, своя иная культурная среда. Например, на приморской сцене Мариинского театра понятно, что это в основном оперы, балеты, полноценные спектакли. А приморская государственная филармония, которая имеет свою историю, богатую историю, гораздо старше, чем мы, у них больше направление на эстрадно-симфоническое музицирование. У них много вокалистов в составе, тоже такие программы. Ну, а симфонический оркестр в Владивостоке, который работает, но они в силу таких объективных, видимо, причин, прежде всего я связываю это и с кадрами, и инструментарием, вот они пока не могут... Ну, видимо, редко исполняют крупные полотна, поскольку тут-то мы зависим именно от наличия музыкантов. И я в очередной раз выражаю благодарность педагогам Высшей школы музыки, которые в течение многих и многих лет готовили специалистов, многие музыканты из нашего симфонического оркестра, выпускники Высшей школы музыки. И вот федеральный опыт, опыт иных филармоний, когда мы общаемся на наших встречах в Союзе концертных организаций России, подтверждает, что вот такой тандем, такой альянс учебное заведение, высшее учебное заведение в сфере музыки и симфонический оркестр, вот когда идёт такое взаимообогащение, единый кровоток кадрами, только тогда возможно достижение творческих высот в плане симфонического музицирования, потому что, ну, чтобы исполнять Прокофьева или Шостаковича, нужно иметь достаточно много музыкантов высокого уровня и такой вот комплект, комплектование, по-простому объясню, музыкальных инструментов. Мы это имеем, и в сравнении с другими регионами мы это ценим. Я вот призываю всех наших слушателей тоже оценить. Вот это тоже достижение нашей республики к столетию якутской автономии, что к большому такому юбилею мы приходим с таким крепким коллективом, поскольку симфонический оркестр — это тот показатель высокого уровня развития культуры, вот искусства в регионе. Его просто так вот из, просто, ну, такого-то желания или по заданию никогда создать невозможно. Для этого нужно иметь ресурсы, и не только материальные, которые у нас, ну, пока ещё не решены, но решаются, а вот долгосрочная культурная политика, когда вот на целом на будущее готовят кадры, это мы, это результат многолетней работы. Я думаю, это один из поводов гордиться нашим коллективом. Я ни разу не слышала, чтобы про нашу филармонию сказали, что что-то оставило равнодушным. Всегда какие-то положительные отзывы всегда это трогает, всегда это впечатляет, всегда отмечают именно высокий уровень наших музыкантов. Я читала отзывы о том, как проходил ваш концерт во Владивостоке. Очень много было восторженного вообще просто. И мы сейчас видели, я не стала вас перебивать, очень хорошо говорили. Мы показали нашим зрителям небольшой, да, небольшой видеоролик. Кстати, у вас ролики всегда замечательные в нашей филармонии. И режиссёры, дирижёры вернее, какого уровня дирижёры, и как ещё может быть тогда? Мы, конечно, гордимся тем, и это стратегически и тактически было очень верное решение Натальи Владимировны Базылевой, поскольку в первый год, когда было принято решение о создании государственной филармонии, то есть как такового состава оркестра ещё не было, она пригласила и на должность главного дирижёра одного из самых известных дирижёров, современных дирижёров России, Фабио Мастранджело. Обычно такое всегда выстреливает, когда ставишь трудновыполнимые задачи, такие очень амбициозные, но это всё вытягивает всё остальное. И мы благодарны маэстро о том, что он согласился на такую некую авантюру. И вот именно во Владивостоке я ему говорила, он вспоминал этот случай, там прямой эфир был, он вступал, что вот как ему сделали предложение, и он согласился, я ему говорю, вы счастливый человек, маэстро, потому что особенно в сфере образования, культуры не сразу видишь такой быстрый свой результат своей деятельности, а когда вот наглядываясь назад, ты видишь, что за 10 лет смогли не просто сформировать и достичь какого-то единовременного результата, а вот на протяжении уже 11 сезонов подтверждать, что мы на самом серьёзном, на самом высоком профессиональном уровне претендуем на звание «Симфонический оркестр», и теперь уже завоёвывать зрителей из других регионов, это, конечно, прямой результат многолетней работы Фабио Мастранжело, Натальи Базылевой, Павла Васьковского. Ну вот и у нас сейчас ещё молодой дирижёр, есть Наговицын, да, и Максим Наговицын, мы надеемся, что вот и с кадрами дирижёров у нас было принято абсолютно верное и правильное решение. Ну а Владивостокцы, конечно, принимали, мы подготовили программу, программу тоже очень продуманная была, поскольку вот на Приморской сцене Мариинского театра мы представили программу чисто академическую, самого высокого уровня для... она была непростая, сложная, да, звучала русская классика, Стравинский, Скрябин, звучала музыка и композиторов Якутии, это наша миссия, мы на всех наших выездных концертах обязательно исполняем музыку наших композиторов, поэтому звучал и Берестов, и Кирилл Герасимов. Ну и второй день у нас проходил концерт, гала-концерт мастеров искусств Якутии в Драматическом театре имени Горького, и там были представлены самые разные жанры, это была уже такая вот коллаборация, театр Лонхо подготовил такой фольклорный блок, конечно, он всегда впечатляет, тут и этническое пение, национальные инструменты, наши коллеги очень профессионально представили все жанры, вплоть до Скороковора, Калгыса, Сохой. Затем прошел очень интересный момент, когда была такая творческая, какое-то, ну не состязание, а вот момент такой дружбы, перекличка якутского хамуса и русской балалайки, и наш прославленный ансамбль «Баланс», после этого, как получив эту эстафету, исполнил свой номер, это был наш такой вот, скажем, реверанс, и другой особенной дате. В этом году же мы отмечаем 390 лет вхождения Якутии в состав российского государства. Ну а в академическом части нашего гала-концерта были представлены арии, дуэты из опер, в исполнении солистов Государственного театра оперы и балета в сопровождении нашего симфонического оркестра. Ну тоже это все было на ура, а в финале, это как комплимент нашим хозяевам, приморцам, мы исполнили такую вещь, вот Магомаев «Синяя вечность», но эти приморцы живут у моря, конечно, как при первых же звуках вступления, музыкального вступления, зал ликовал, и концерт завершился в море оваций, скажем так. Как раз наши зрители могут видеть уникальные кадры и видео, и фото, материалы, а слушатели наши могли слышать вот как раз композиции, которые были представлены на сцене Владивостока. Кстати, я читала и по отзывам, что отличная акустика, и это помогло нашим музыкантам преподнести именно во всем... В Мариинском театре, да, конечно. Многообразие. Акустический зал, поэтому симфонический концерт звучал. А вот в данный момент идут кадры, это уже наш третий концерт, он проходил в городе Артём, у нас же Дни на Дальнем Востоке. Тут уже были представлены коллективы, как Духовой оркестр, Струнный ансамбль Арка Артика, также номера вокалистов и фольклорная группа театра Олан-Хо. То есть мы достаточно гибко ориентируемся на возможности сцены, на зрителей, и поэтому представили всё многообразие культуры и искусства нашей республики. Это действительно, вот предыдущий ролик там и в костюмах ведь стоят на сцене. Я ещё читала цитату Фабио, что он сказал, что нужно знакомить с культурой якутского народа, как можно больше регионов, стран. Обязательно. Да, и отлично это получается. Спасибо. Мы сейчас прервёмся на короткую рекламу, дорогие слушатели и зрители. Очень скоро вернёмся снова в студию и продолжим говорить о фестивале, 12-м международном фестивале арктическом музыкальном «Северное сияние». Оставайтесь. Северное сияние представили всю программу «Наши музыканты». А какие залы ещё распахнули, каких городов, свои двери для наших музыкантов и какие были ещё композиции представлены? Пользуясь моментом, я бы хотела поздравить моих коллег, музыкантов нашего филиала из города Алдан. Многие слушатели знают, что в Алдане очень творчески работает Государственный концертный оркестр Якутии и ансамбль «Баланс». Они довольно часто приезжают в Якутск, выступают. Ну а в этом году, поскольку в нашей стране 2022 год объявлен годом культурного наследия, в Государственном Кремлёвском дворце, на главной концертной сцене страны, впервые проводился первый фестиваль национальных оркестров России. И были приглашены участники оркестры из многих регионов, в том числе и наш Государственный концертный оркестр Якутии. Мы очень рады, что выступление их состоялось очень успешно, получили положительные отзывы от специалистов, потому что нет выше критиков, чем твои коллеги же музыканты. И я приглашаю всех слушателей 4 ноября, в День народного единства, этот концерт должен транслироваться по телеканалу «Культура». Обязательно включайте телевизор и послушайте выступление наших алданцев в Государственном концертном Якутии на сцене Кремлёвского дворца съездов. Ну, это было очень ответственное выступление, но поскольку выезжаем так далеко, то запланированы были ещё и иные концерты. После Москвы сразу же они переехали в Санкт-Петербург и выступали. 23 октября состоялся концерт на сцене Академической капеллы Санкт-Петербурга. Хочу отметить, что в этих концертах у нас участвовала заслуженная артистка Республики Альбина Дегтярёва. Мы, как почувствовали, наверное, всегда стараемся показать традиционную музыку народов Якутии. И, конечно, виртуозное владение хуаммусом, мелодии вызывает всегда очень большой интерес. И в репертуаре у алданцев уже есть совместные номера, когда они не по отдельности выступают, а совместные номера. Это уже как бы многолетнее их сотрудничество. Ну и хочу сказать, что именно государственные концертные оркестры Якутии, у них есть своя такая программа патриотического направления. Везде, где бы они ни выезжали на гастроли, в том числе во Владивостоке вначале, ансамбль балалаечников «Баланс» принимали участие в культурной программе Восточного экономического форума. И вот, как я уже говорила, в городе Артёме с нами выступали, да, они и в галоконцерте. Кроме этого, они всё-таки нашли время, договорились и выступали в воинских частях. Вот они всегда, очень много воинских частей, институтов, где готовят специалистов военно-оборонной промышленности, вот они выступают. И поэтому во Владивостоке, ой, в Санкт-Петербурге, также вот в рамках своего выезда они организовали концерт в военном госпитале, где находятся на лечении, реабилитации наши ребята после участия в спецвоенной операции. И выступили на сцене, вот в стенах военно-медицинской академии. Это тоже очень высокопрофессиональная, такая ведущая медицинская организация, и медиков поздравили. Поэтому я всемирно это, конечно, поддерживаю и призываю всех своих коллег в области культуры поддерживать такое направление, организовывать как можно больше таких акций. И хотела бы выразить свое какое-то несогласие, наверное, с принятыми решениями в некоторых муниципалитетах об отмене культурно-массовых и спортивных мероприятий. Я понимаю, что все живые люди, и это, видимо, скорее всего, такое эмоционально принятое решение было, потому что даже если это и не военные, и не госпитали, и не воинские части, наши граждане, слушатели, зрители, они сейчас как никогда нуждаются в таких встречах с культурой, с творчеством для того, чтобы эмоционально проникнуться. У нас очень много богатых репертуаров, и причем не только вот такой ярко выраженной патриотической направленности, очень много музыки, которая налаживает такой эмоциональный контакт, и ведет... Как-то человек крепнет это эмоционально, поэтому я думаю, что мы будем работать в этом направлении, и мои коллеги-специалисты из культуры, они смогут найти правильные слова, вот такой репертуар, который сплотит людей, поскольку клубы в населенных пунктах — это место не просто для развлечения, вот можно понять, когда отменяется мероприятие в ночных клубах, где-то там, или, ну не знаю, какие-то развлекательные передачи, или еще что-то, но общение населения между собой, социализация, какое-то совместное эмоциональное переживание, прикосновение к миру прекрасного, светлого, доброго, оно должно остаться и усилиться, вот к чему я еще и всех призываю. Это же поддержка, поддержка — это связь с миром и с мирным, поэтому я с вами очень согласна, я тоже считаю, что это нужно, и вы молодцы, конечно, большие. Еще про Алданова говорили, про алданцев, это же земляки Натальи Владимировны, вот, и насколько земля талантливая, правда. Наталья Владимировна художественный руководитель, и главный дирижер Государственного концертного оркестра Якутии, поэтому мы одна организация, просто территориальная, они как филиал находятся в Алдане, поэтому я их еще раз поздравляю с успешным участием в Первом Всероссийском фестивале национальных оркестров, успешными гастролями в Санкт-Петербурге, и еще, кстати, хочу поделиться нашей радостью, прямо вот свежая-свежая новость. Вчера мы узнали результаты от Всероссийского фестиваля-конкурса духового инструментального исполнительства. Этот фестиваль-конкурс называется «Байкальские духовые ассамблеи», проводился в городе Виркутске, вот буквально завершился вчера. И мы вчера были озвучены имена лауреатов, наши музыканты, ансамбль саксофонистов успешно выступили, завоевали второе место, ансамбль саксофонистов из Якутии. И наши солисты, Валторна Владимир Васильев стал лауреатом первой премии, и трубач Владислав Шепелев стал лауреатом второй степени, при том, что первую степень не присуждали в номинации труба. Но он у нас совсем молодой, он недавний выпускник высшей школы музыки, у него всё ещё впереди. А Володя Васильев, он имеет уже некий опыт участия во всероссийских международных конкурсах, и у него сейчас лауреат первой степени Всероссийского фестиваля-конкурс. Очень всех поздравляю и благодарю концертмейстера Артёма Дедюкина за большой вклад, потому что очень много зависит именно от такой вот партнёрской поддержки концертмейстера. Артём Дедюкин — это родственник Андрея Дедюкина? Да, да, они братья, Артём — пианист. Концертмейстер помогал нашим духовикам участие в этом профессиональном конкурсе. Ну а насчёт ансамбля саксофонистов, это, я бы сказала, даже некая такая прорывная победа, потому что участие именно в ансамбле было очень серьёзно, много было заявлено ансамблей, коллективов, тем более, что вот этот регион, Сибирский, вот такой, там очень много, специалисты говорят, очень много таких крепких коллективов с многолетней историей, где и мэтры есть, и школы есть. Поэтому нам, как бы, новичкам в этой сфере впервые принять участие и получить второе место, это очень и очень достойно. И что это ещё раз подтверждает высокий уровень высшей школы музыки, и более того, духовой оркестр высшей школы музыки тоже завоевали, мне сказали, что первое место, тоже от всей души поздравляю своих коллег, Александра Кузьмина, бессменного руководителя этого оркестра. Вот ребята приезжают вот этой ночью, сегодня вечером вылетают из Иркутска, поэтому делюсь слушателями нашей радостью, мы их, конечно, всех будем поздравлять, чествовать, и надеемся, что ещё в будущем нас ожидают победы и в иных конкурсах, в иных номинациях по иным видам инструментов. Всё же теперь только победа, я тоже поздравляю вас, в вашем лице всех музыкантов, которые вот такие хорошие новости, такие радостные вам приносят, здорово. Спасибо большое, спасибо. Я служителям нашим хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете присоединиться к нашему разговору по телефону 32 00 66 и 32 11 66. Вы сказали, что самый вот такой, ну, критик, да, это вот коллега, да, это вот музыканты. А как вы чувствуете, вот, и чувствуете ли вы, когда публика искушённая, или которая вот уже там испалованная, да, или публика, которая вот не совсем сведущие, там, люди в зале, в музыке, это ощущается? И с какой публикой вам интереснее работать? Ну, конечно, мы это чувствуем и знаем заранее, поэтому этот фактор, какой зал, какой зритель обычно ходит в этот зал, какой репертуар обычно исполняется в этом зале, мы всегда имеем в виду. Вот, например, на сцене Мариинского театра, ну, невозможно же исполнять вот популярную, просто такую всеобщую, всеми любимую популярную классику, моветон какой-то там, только крупные произведения, такие серьёзные, трудные, сложные, да. Вот в Артёме то, что вот мы исполняли, она, конечно, уже была ориентирована на людей, которые не имеют такого богатого опыта филармонического, посещения таких концертов, поэтому, ну, как вот, невозможно же их сразу, сразу слушать какие-то симфонии, да, поэтому сборные концерты там, да. Ну, а вот сейчас мы в декабре готовимся, опять же, в рамках столетия Якутской АССР, к дням Якутии, Москве и Санкт-Петербурге. У нас предварительные договорённости, что 7 декабря у нас будет концерт в концертном зале «Зарядье» в Москве, а в Санкт-Петербурге в концертном зале Мариинского театра 9 декабря. И вот именно для этих залов, для искушённой публики, мы готовим самую серьёзную программу. Главный дирижёр Фаби Мастранджело, художественный руководитель Наталья Базилева, знает, кто будет слушать, как они слушают, как ориентируются, поэтому там всё серьёзно. Мы сейчас ещё прервёмся на рекламу и продолжим в третьем блоке. Оставайтесь, много полезной информации. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. У нас остался последний третий блок, и я думаю, он самый интересный для наших горожан и жителей нашей столицы. Мы говорим сегодня, напомню, о 12-м международном арктическом музыкальном фестивале «Северное сияние» и в нашей студии генеральный директор Государственной филармонии Республики Саха-Якутия Туяра Пестрякова. Расскажите, пожалуйста, о том, чем порадует филармония наших горожан и какие концерты нам ждать в ближайшее будущее. Я знаю, что столько сюрпризов, просто как бы ничего не забыть. Да, уважаемые горожане, уважаемые жители Якутии, мы от всей души приглашаем вас на концерты нашего традиционного международного арктического фестиваля «Северное сияние». Хочу сказать, что фестиваль у нас растянут по времени, он проходит в течение октября именно для того, чтобы у вас было больше возможности посетить как можно больше концертов. Мы не ставим концерты прямо день за днём в течение одной недели. Чтобы успели осмыслить, прочувствовать. Да, и как-то запланировать с учётом работы, семейных дел. И начало, старт у нас в фестивале обычно посвящается 1 октября, это Международный день музыки. И в зависимости от... У нас пока нет собственной концертной сцены, мы знаем, что зал филармонии ещё только строится, поэтому с учётом возможности сцены, приглашённых музыкантов, вот у нас открытие фестиваля проходит вот плюс-минус рядом с 1 октября. Ну, а вот в этом году, юбилейный год, наш фестиваль открывается завтра, 27 сентября, на сцене Государственного театра оперы и балета концертом прославленного джазмена Игоря Бутмана и его квинтета. Концерт посвящён столетию Якутской АССР, столетию джаза и проходит при поддержке генерального партнёра Акционерное общество «Селегдар». Мы очень надеемся, что этот концерт станет началом нашего сотрудничества, потому что знаем, что у Игоря Бутмана есть свой интерес к арктическим, северным территориям. И мы уже весной проговаривали какие-то варианты нашего сотрудничества, тем более, что наши музыканты и духовики, и струнники. Мы пока на первых подступах к исполнению джазовой музыки, потому что джаз, импровизация, конечно, требует такого виртуозного владения, не только виртуозного владения инструментов, но и таких вот навыков свободного музицирования, для того, чтобы поддерживать эксайшной импровизацией, что создаёт такую неповторимую атмосферу джаза, что сразу чувствуют зрители и слушатели. Поэтому приглашаю всех завтра окунуться в море джаза. Редкое удовольствие для города Якутска. Начало концерта в 19 часов. В театре оперы и балета будет проходить? В театре оперы и балета. Билеты можно купить онлайн на сайте филармонии Якутии и в наших кассах. Одна из них находится в Терекату Ямада. Но перед началом концерта прямо около входа мы тоже будем устанавливать. Ну, там мобильная касса будет работать. И хочу сказать, что у молодых есть возможность воспользоваться пушкинской картой. Этот федеральный проект разворачивается с прошлого года. Но, к сожалению, я понимаю, что ещё не все молодые знают о том, что те, кому от 14 до 22 лет есть возможность просто зарегистрировавшись на портале госуслуги и оформить на себя вот такую виртуальную или реальную физическую карту, которая называется пушкинская карта. Эта карта уже с вложенным финансовым номиналом. А в этом году это 5 тысяч рублей, на которые молодой человек может купить билеты в театры, к нам в филармонию, в музеи, на некоторые фильмы. Поскольку те организации, которые заявляются на продажу билета по пушкинской карте, мы проходим модерацию. То есть, вот наша конкретная программа, репертуар, он согласовывается с экспертным советом, и что очень важно для молодёжи. Поэтому вот на концерты есть возможность воспользоваться этой пушкинской картой. Вот призываю ещё раз. Ну и вот открытие состоится завтра, а 29 сентября у нас состоится также на сцене Государственного театра оперы и балета концерт лауреата международных конкурсов очень яркого, талантливого музыканта, одного из ведущих пианистов современности, Филиппа Капачевского, он солист Московской филармонии, с симфоническим оркестром филармонии Якутии. Но это пока тоже не частая возможность услышать, как звучит стэнвей. Он у нас в республике есть, симфонический оркестр стэнвей, и этот концерт, он посвящается к 150-летию Сергея Рахманинова, юбилей которого вся страна, ну и весь музыкальный мир, скажем, будет отмечать в будущем году. Поэтому многие у нас учились в музыкальных школах по классу фортепиано, поэтому, думаю, многим будет интересно, приходите, послушайте, как звучит симфонический оркестр и рояль стэнвей. Такие молодцы, у вас на каждый концерт есть ролик. Сейчас мы тоже для наших слушателей и зрителей, ну слушателям, наверное, не очень хорошо слышно, зрителям видно хорошо. Ну и по программе у нас мы планируем и хоровые концерты 1 октября, Международный день музыки, мы отмечаем именно хоровым концертом, который состоится в Римско-католической церкви. Это ну такой своеобразный, скажем, это не концертный зал, конечно, но акустика этого зала очень нравится нашим вокалистам, поэтому музыкант с большой радостью организовывает концерты там и те слушатели, которые были на концертах, вот, ну обычно там зал небольшой, билет очень быстро расходится, поэтому тоже просьба торопиться 1 октября, День музыки, отметить с нами. Я в том зале была и большое спасибо вам за то, что вы приглашаете за ваше внимание, действительно, по-другому я человек не музыкальный, но я слышу разницу, когда это в детской школе изобразительных искусств, или когда это в римско-католическом самом деле. Абсолютно, да. Даже человек без музыкального слуха может это отметить. Да, ну и вот сразу предваряю, немножко не по хронологии, наверное, вот там же в римско-католической церкви находится, многие знают, орган, и вот 16 октября также в рамках нашего фестиваля мы проведём органный концерт, они тоже очень востребованные, концерты суперпопулярные, и билеты тоже заранее заканчиваются, поэтому, чтобы потом не рвали нас, искали свободный билетик, заранее следите за афишей, пожалуйста, и все билеты можно купить у нас на сайте филармонии Якутии, следите за афишами. Так, ну, далее, конечно, наш ведущий, самый главный большой коллектив симфонический оркестр симфоника Артика, мы планируем два больших концерта 4 октября и 7 октября, дирижером будет Фабио Мастранджело, мы ждем маэстро, и готовится программа, возможно, какие-то вот произведения, которые мы будем исполнять в декабре на сцене зарядья Мариинского театра, ну, что-то уже прокатаем, да, исполним. Ну, а 4 октября, вот, в прошлом году не все смогли услышать, как мы исполняли кантату Прокофьева Александр Невский с нашим хором, симфоническим хором, поэтому, кто не успел, в прошлый раз, пожалуйста, ждем вас на концерте 4 октября. Так, а 7 октября будут звучать произведения Римского Корсакова, Сверидова, Пахмутовой, будет участвовать наш хор, и наша ведущая солистка, заслуженная артистка Республики, концертмейстер нашего оркестра, Ульяна Голикова. Тоже очень волнуемся, готовимся, и это будет очень достойный, интересный концерт. Есть любители у нас и духового оркестра. 10 октября запланирован концерт «Голос танго». Кто был на концерте, дирижер 5 лет назад из Колумбии к нам приезжал, Дмитрий Реберре-Феррейра. Обязательно помнят этого замечательного музыканта с таким приятным лирическим бас-баритоном, поэтому на этот концерт, я думаю, тоже будут пользоваться и билеты спросом, и зрителей будет много. Ну, а некоторые концерты, вот вы упоминали про ролики, наш медиа-отдел, мы тоже ведем свою особую политику, работу, мы все записываем, конечно, для внутреннего своего архива. Некоторые концерты мы, ну, какие-то музыкальные вещи, произведения мы, ну, вот как бы обрабатываем, редактируем и выкладываем на сайте филармонии Якутии в разделе видео. И с удовольствием отмечаем, что вот некоторые наши вещи, произведения просматриваются очень много раз, вот в частности якутский марш Победы, вот знаменитый марш Салимана Владимирова, который, как один из победивших во всесоюзном конкурсе 45-го года звучал на знаменитом параде Победы на Красной площади, да, он у нас в репертуаре духового оркестра, и мы его часто исполняем во время наших таких каких-то значимых концертов, а также во время акций, например, четыре года назад, когда мы выезжали в Санкт-Петербург и у нас был концерт в Великом Новгороде, конечно, мы съездили на озеро Ильмень, Ильмень и исполняли этот концерт, а также вот 3 сентября вот последний наш выезд во Владивосток на берегу Японского моря, день окончания Третьей мировой войны, тоже звучал Якутский Победный марш. Как раз сейчас мы видим кадры именно о том, о чем вы говорите. Огромное вам спасибо Туяра Игоревна за сегодняшний эфир, столько много интересного, столько хороших новостей о том, какие наши музыканты, вообще, не знаю, легендарные, гордость прямо ощущается у меня внутри, я думаю, так же, как у наших слушателей и зрителей. Я еще раз напомню, что сейчас проходит 12-й международный арктический музыкальный фестиваль «Северное сияние», очень много концертов, нам дарит октябрь, дарит наша филармония государственная, в курсе событий вы заходите на сайт государственной филармонии и покупайте билеты на предстоящие концерты. Всем спасибо за внимание, берегите себя, пусть день будет хорошим. До свидания.